Киновселенная Марвел была одной из франшиз, которая часто была предметом шуток Рика и Морти – от отсылок на Халка до намёков на Мстителей. Вот все разы, когда сериал для взрослых угорал над Марвел. В эпизоде второго сезона Вспомнить ВСА Йо семью Смитов мучает межзвёздный паразит, способный навязать своим хозяевам ложные воспоминания. Каждый раз, когда у них появляется воспоминание, к нему цепляется новый паразит в форме идиотского персонажа. – Погоди, не уйдай, без позволения фотографии Раптера взять фотографию! В одном из таких сомнительных воспоминаний семья вместе со своим другом Мистером Жопосранчиком уходит с музыкальной пьесы, основанной на жизни Халка. Им она очень понравилась, и Джерри даже носит пару перчаток в форме рук Халка. На самом деле, это отсылка два в одном, которая не только отдаёт дань уважения большому зелёному парню, но и является намёком на настоящий катастрофический мюзикл Человек-паук 2010 года, во время которого пострадало несколько трюковых исполнителей. Некоторые травмы были опасными для жизни, и постановка переживала тяжёлые времена. Человек-паук – Turn of the Dark – самый дорогой мюзикл на Бродвее, который стоит 75 миллионов долларов. И даже при том, что он удерживает рекорд Бродвея по кассовым сборам за неделю, он получил 2,9 миллиона за весь период продаж. Так что за 9 спектаклей он потерял 60 миллионов. В сериале с такой бешеной фанбазой, как Рик и Морти, трудно выбрать какой-либо один эпизод в качестве фаворита фанатов, но ярко выделяются два. Онтология межгалактического кабельного. Во второй части мы на короткое время видим Осьминога. Он бессмысленно садится в машину с загадочным водителем, у которого шрам на лице. Он говорит, что он морской биолог, которого укусил Осьминог, после чего он превратился в полу-человека-полу-осьминога, и называет себя Человек-Осьминог. Это, разумеется, отсылка на Человека-паука. Человек-осьминог утверждает, что спасает людей, но, по сути, просто бьет случайных людей на улице. Так что он скорее похож на заклятого врага Человека-паука, Доктора Осьминога, хотя в безумном эпизоде типа этого глубоко копать бессмысленно. – Ну, Соммер, может быть, люди, которые создают вещи, не обеспечены с вашими деликатурами, понимаешь? Когда Рик и Морти попадают на планету Судной ночи в эпизоде второго сезона Судная ночь, наступает момент, когда кажется, что они загнаны в угол раз и навсегда. Но отправленное Риком послание Саммерс окупается, и внезапно Рик и Морти одеваются в пару боевых костюмов, которые подозрительно похожи на те, что носят Железный Человек и Воитель. Мало того, что эти костюмы поставляются с бесконечной серией гаджетов, используемых для нападения на противников всеми возможными способами, так они ещё и почти не уязвимы для обладателей. Более того, даже способ доставки до места похож на тот, что придумал Тони Старк. – Морти. А добивает всё песня, которая звучит на фоне первой активации костюмов – Feels Good от группы Тони Тони Тоне. И если это не хитрая отсылка на Тони Старка, то мы не знаем, что это такое. В третьем сезоне сериала мы знакомимся с Виндикаторами, группой чудаков-супергероев, которые являются очевидным аналогом Мстителей. Прежде всего, их названия в оригинале почти идентичны по смыслу, а также символы обоих групп являются похожими, только у Виндикаторов он перевернут относительно символа Мстителей. История Виндикаторов сама по себе чрезвычайно мстительна. Впервые мы видим их в серии Виндикаторы 3 – Возвращение Концесветника, из которой становится понятно, что была первая команда Виндикаторов, куда входили Рик и Морти, а также была вторая, в которой их не было по неясным причинам. – Этот артист говорит, что причина, что мы не были виноваты, была личностных конфликтов. Может ли это быть отсылкой на второй фильм Мстителей Эра Альтрона, который, как многие согласны, был одним из наименее значимых для киновселенной Марвел фильмов? В какой-то момент Рик даже говорит Морти про фазу Виндикаторов, и, как мы знаем, киновселенная Марвел тоже разбита на фазы. Как понятно из эпизода Виндикаторы 3 – Возвращение Концесветника, группа супергероев собралась, чтобы сражаться против существа по имени Концесветник. А злодея мало что известно, кроме того факта, что он обладает большой властью и вкусом к геноциду. – Виндикаторы, Виндикатор вернулся, и это время он будет закончить больше, чем в мире. Звучит знакомо? Это весьма жирная отсылка на Таноса или Галактуса, или, может, даже на них обоих. Он – клише мегазлодей, которого якобы невозможно остановить, но он сталкивается с объединенной мощью Виндикаторов. Его имя также указывает на то, как устали зрители от подобных чрезмерных злодеев. Если предположить, что Концесветник – образ врага в стиле Таноса, который граничен с неуязвимостью, то Рик и Морти снова выходят за рамки этой концепции, раскрывая, что Рик без труда победил его за кадром, пока был пьян. – Нет, не ошибки, но я всегда предупреждал, что много того, что ты делаешь в месяц, может быть в несколько часов. Среди самых популярных персонажей киновселенной Марвел – Звездный Лорд, лидер Стражей Галактики, известный своим обаянием, красивой внешностью, юмором и храбростью, которого сыграл один из самых крупных актеров Голливуда. Его храбрость сыграла важную роль в спасении Галактики, даже учитывая, что отсутствие самоконтроля непосредственно привело к победе Таноса, который уничтожил половину жизни во всей вселенной. Но это уже другой разговор. В любом случае, Звездный Лорд получил намек на себя в формате Рик и Морти в Виндикаторах 3 – Возвращение Концесветника в лице члена Виндикаторов – Вэнса Максимуса, ренегада Звездного солдата, озвученного Кристианом Слейтером. Как и Звездный Лорд, он летает на реактивном ранце, владеет лучевым ружьем и много красуется. – Извините, что я поздно, это было счастливое время. Однако в отличие от Звездного Лорда, который тратит большую часть экранного времени, действуя в своих собственных интересах, постепенно становясь героем, Максимус делает обратное – он эгоистично пытается спасти свою шкуру, но жестоко погибает от последствий. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова